Всем привет! С вами Ольга Сергеева и Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хороших фильмах и сериалах. И по традиции новости проката этой недели. Блокбастер Лига Справедливости наступает. Это круто, что вы, ребят, хотите устроить тут битву и все такое, но я же никогда в них не участвую. Я обычно толкаю людей и убегаю. Фанаты Бэтмена, Супермена, Флэша и Чудо-женщины объединяются для нового фильма Зака Снайдера. Что безумие? Сражаться с дьяволом на его территории. Она уже здесь. Российская комедия «Мифы» дебютанта Александра Молочникова. Как же ты не понимаешь? Роли кончились! Я уже все сыграл! Ты дюйчик! В фильме большое количество медийных лиц, которые сыграли самих себя. Все слухи о звездах и правда, которая еще хуже. В разоблачительной комедии «Мифы» Дико смешной черный детектив Субурбикон. В качестве режиссера выступил Джордж Клуни. Добро пожаловать в Субурбикон. Городок удивительный и уютный. Привет вам! Фильм об образцовой семье, переживающей вторжение в свой дом. Ники, скорее вставай. В доме кто-то есть. Пару дней назад был убит гангстер. Сочувствую его утрате. В эту субботу в киноклубе «Трафик» пройдет ретроспектива лучшего современного польского кино. И фильмом недели можно смело назвать «Хит. День женщин». Это дебют известной певицы Марии Садовской в качестве режиссера. О чем же эта история? Халина, скромная кассирша в торговой сети «Бабочка», мечтает о лучшей жизни для себя и своей 13-летней дочери. Вскоре представляется случай, и она становится управляющей. Но цена за высокие заработки слишком высока. Что выберет наша героиня? Картина имела большой успех на родине. К сожалению, в России она так и не вышла в прокат. Вот уже месяц в интернете обсуждают сериал Дэвида Финчера «Охотник за разумом». О нем я и расскажу. Резать людей на куски не так-то просто. Это тяжелый труд. В основу сценария этой напряженной психологической разговорной драмы легла одноименная книга. Мы ездим по стране и обучаем копов техникам ФБ. Действие начинается в конце 70-х. Изучение криминальной психологии только зарождается. Нам нужно использовать все доступные ресурсы, общаться с умнейшими людьми из самых разных сфер. Два агента ФБР опрашивают находящихся в заключении серийных убийц. Они хотят понять их образ мыслей, чтобы раскрывать текущие преступления. Новый многосерийный проект – настоящий подарок любителям режиссера и высококлассного психологического триллера. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева, киноклуб «Трай».